Будущее всегда было желанной темой для сценаристов. Кто-то представлял будущее местом, где не будет проблем, где у нас будет все, о чем мы желали. Кто-то показывал, что наша планета опустеет в результате войн или болезней. Но Марк Невилдайн и Брайан Тейлор решили поступить необычно. Они показали будущее, где компьютерные игры слились с реалити-шоу. И надо признать, задумка удалась. Здравствуйте, с вами Киномир и фильм «Геймер» в сегодняшней программе. Фильм «Геймер» вышел на экраны в 2009 году благодаря двум режиссерам, известным нам по фильмам «Адреналин» – Марк Невилдайн и Брайан Тейлор. Сказать, что они сняли что-то новое, не могу. Фильм получился четко в их стиле. Фантастический боевик «Геймер» с Джерардом Баттлером подтвердил репутацию создателя «Адреналина». Между смыслом и чистым удовольствием они всегда выбирают второе. До точки сохранения 114 метров. Разверни меня. Не секрет, что сюжет в боевике – дело второстепенное. Частично это заметно и здесь. Сам по себе «Геймер» – это коктейль из бегущего человека, смертельной гонки и тех же недавних суррогатов. Вот таким довольно калорийным и крепким коктейлем решили нас порадовать создатели данного фильма. В принципе, идея неплоха. Задуманное удалось. Отличный саундтрек, отличные спецэффекты и экшен. Много взрывов, пуль, боевых сцен и крови. Интересный сюжет и хорошие актеры наверняка заставят вас посмотреть этот фильм и не раз. У всех актеров бывает пик популярности. Именно на таком тогда находился Джерард Баттлер. Думаю, не совру, сказав, что достаточно много людей посмотрело этот фильм исключительно из-за него. И создатели фильма совсем не промахнулись, предложив Баттлеру главную роль. Манера съемки и красочность геймера – вот что поразило меня больше всего. Два шоу, общество и убийцы, как два контраста. Ваш экран-то у Ирка красочный, со всеми развлечениями, то черно-белый, где игра идет не на жизнь, а на смерть. Мы все здесь сдохнем. Господи. Выпустите меня! Я не должен здесь сидеть! Этот фильм удивляет своей динамикой. За весь просмотр этой картины было лишь пару минут, когда камера стояла на месте. Могут уставить глаза и желание нажать на кнопку паузы, просто чтобы отдохнуть от постоянных мельканий. Так что, по сути, это бешеный экшен, в котором есть хорошо продуманный сюжет. Но, как оказывается в дальнейшем, этот фильм имел очень хорошую, уникальную задумку, но был недоработан. Ну или просто режиссер решил не мучить зрителя навороченным сценарием. В фильме чувствуется атмосфера альтернативного будущего, но, к сожалению, не оправдана. Хотя у каждого на этот счет может быть свое мнение, которое предлагаю составить и вам после просмотра этого фильма. Кто ты? Я друг. У меня нет друзей. Послушай меня. Саймон даст тебе то, что ты хочешь. То, о чем ты просил. Откуда ты знаешь? Я знаю еще кое-что. Неважно, сам ты будешь действовать или нет. До точки сохранения ты не доберешься. Касл этого не допустит. Посмотрим. Нет, ты должен бежать. Ты нужен жене и дочери Тилман. Несмотря на жанр и сценарий фильма, интересных фактов крайне мало. Да и найти их совсем непросто. Но все-таки несколько есть. Поехали. В сцене игры «Убийцы» мелькает герой в строгом костюме с чемоданчиком-кейсом. Он идет сквозь град пуль и взрывов, словно не обращая на них внимания. Это герой из серии игр Half-Life. Персонаж Джиммен. Изначально фильм планировалось снимать в формате 3D. Но в 2009 году еще крайне мало кинотеатров имели возможность обеспечить такой формат. Поэтому фильм вышел бы в прокат лишь в середине 2010-го. Создатели не могли ждать так долго. Во время съемок использовали цифровую камеру Red One. Это второй фильм, снятый с помощью этой камеры. Первым был «Че». Часть первая «Аргентинец» 2008 года Стивена Содерберга. У героя Логана Лермана есть футболка с логотипом Crank. Это отсылка к фильму «Адреналин» 2006 год. Предыдущие работы Марка Невилдайна и Брайана Тейлора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце фильма двух системных администраторов, отключающих систему безопасности Nanex, сыграли режиссеры Брайан Тейлор и Марк Невилдайн. Невилдайн и Тейлор власть над миром захватят вряд ли. Но им это кажется и не особо нужно. Их фильмы как салют. После того, как все отгремело, отцвистело, отцверкало, никто не ищет произошедшим глубокого смысла или вклада в мировую культуру. Все просто расходятся по домам с улыбками на лице. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok